Германия — это проблема для всех. Германия не должна либо поднимать уровень заработных плат, либо списать долги периферийных стран. Вы написали книгу о том, как разбогатели богатые страны, и почему бедные страны бедны. Что должна делать Украина и другие страны СНГ, чтобы стать богаче? И стоит ли нам это делать? Если вернуться в прошлое, то мы увидим, что ни одной стране не удалось разбогатеть, не создав при этом новый промышленный сектор. Все страны прошли через этап свободной торговли, а затем через этап защиты национального промышленного сектора. И только после этого они возвращались к свободной международной торговле. После падения Берлинской стены многие бывшие советские республики вернулись в период ранней индустриализации, потому что потеряли значительную часть промышленности. В своей книге я привожу в пример Швейцарию. До 1849 года в Швейцарии не было свободной торговли между кантонами. До этого времени у каждого кантона была своя торговая политика, соответственно, как и у любой европейской страны. Если мы посмотрим, как Испания интегрировалась в Евросоюз, то увидим, что это был медленный процесс, который происходил в середине 80-х годов. Испания хотела убедиться в том, что промышленность переживет этот переходной период. Затем на арену вышла совершенно иная стратегия. Своеобразная шоковая терапия, которая применялась на бывших советских республиках. Сначала эти республики прошли через стремительную деиндустриализацию, а затем были незамедлительно приняты в Европейский Союз. Я сейчас говорю не об Украине, а о других странах СНГ. Из-за этого у Европейского Союза начались серьезные проблемы. В частности, в Европу хлынула волна дешевой рабочей силы. Собственно, это одна из причин, почему Англия сейчас хочет выйти из Европейского Союза. Также после вступления в ЕС начался массовый отток людей из бывших советских республик. Хороший пример – это Латвия. Она пережила деиндустриализацию и, как следствие, 20% населения покинуло страну. Мне кажется, сейчас мы столкнулись с подобной ситуацией в Украине. Существует риск того, что Украина также переживет деиндустриализацию, и 20% людей решат уехать из страны. А 20% населения – это более 8 миллионов человек. Это действительно шоковая терапия. Но мы сейчас живем в условиях новой, более глобальной экономики, и потому вряд ли повторим историю других стран. Но все же, как этого не допустить? Давайте посмотрим на Европейский Союз. Там все защищено, в том числе и аграрная сфера. В Швейцарии действует таможенная пошлина на белое вино, но при этом пошлина на молоко выше, чем пошлина на белое вино. И эти люди говорят другим странам, что они не могут защищать свою промышленность. Они защищают свое сельское хозяйство, и это нормально. Но другие страны, которые хотят сотрудничать с ЕС, также имеют право защищать свою промышленность до тех пор, пока она не выйдет на приемлемый уровень. Евросоюз защищает свое производство самолетов в модели Airbus. США защищают свои Боинги различными способами. В целом, это выглядит так. Мы, западные страны, можем защищать все, что нам хочется, но мы не разрешаем другим странам делать то же самое. Если внимательно прочитать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной, то можно увидеть, что, по сути, оно сводится к следующему. До тех пор, пока экспортные товары из Украины не пользуются успехом в Европе, Украина может их свободно экспортировать. Но как только экспорт товаров из Украины будет противоречить интересам ЕС, Украина должна прекратить поставки. Я думаю, нужно оценивать все, что происходит сейчас в мире, и в частности США. В предвыборной гонке участвуют один левый и один правый кандидат, это Трамп и Сандер. И они оба хотят защитить промышленность США. Мы сейчас находимся на пороге периода неопротекционизма, и это необходимый шаг. Если этого не сделать, то мы рискуем потерять либо значительную часть населения, либо целостность экономической структуры. Как вы думаете, если Европа, США и другие страны будут защищать свою промышленность, увидим ли мы настоящую глобальную экономику? Может ли начаться очередной кризис, если все будут защищать? Мы уже переживаем очередной кризис. В 2015 году экспортный профицит Германии составил 257 триллионов евро. Это практически вдвое больше, чем ВВП Украины. Европа сейчас находится в состоянии глубокого кризиса. Промышленность буквально умирает в периферийных странах. В Украине не стоит ориентироваться на стратегии, которые применялись в 90-е годы. Нужно принимать во внимание то, что сейчас происходит в мире и в США. Украине необходимо применять не идеологию 90-х, а современные тенденции. Что вы думаете о таких периферийных странах еврозоны, как Латвия? Стоит ли им защищать свою экономику от Германии, например? Германия – это проблема для всех. В Германии нужно либо поднимать уровень заработных плат, либо совершать значительные инвестиции, либо списать долги периферийных стран. Или же нам стоит делать так, как говорил Кейнс, то есть ввести высокие международные налоги на экспортный профицит. Небольшие страны практически ничего не могут сделать. В Украине проживает около 40 миллионов людей. Она может позволить себе проводить активную индустриальную политику. Своим мнением на тему развития мировой экономики и роли страны СНГ в ней с нами поделился всемирно известный экономист Эрик Райнер. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенце, специально для Dukascopy TV. Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова